Документы и ключи от пожарного автомобиля вручаются иноземцу Андрею Борисовичу. Автопарк лесных хозяйств Алтайского края продолжают обновлять. В этот раз в регион поступило 6 машин для тушения пожаров, одна бочка для воды и газель для перевозки людей. Еще 3 единицы техники регион должен получить до конца 2024-го. Современные полноприводные газы пришли на смену технике 80-х и 90-х годов выпуска. Допустим, ГАЗ-66 в основном комплектовалось лесное хозяйство. Там тонны 600 всего воды было. Здесь уже 3 тонны. Конечно, тут есть и все остальное. Рукава разных диаметров, тройники, топоры и лопаты. В Урале все то же самое, но помноженное в несколько раз. Однако его пожарные, скорее всего, будут использовать для доставки воды. То есть он нужен просто, чтобы потом подвозить воду? Да, то есть он встал на водоем и качает. Маленькими машинами уже локализуется пожар, тушится. Часть техники вскоре отправится в засушливые юго-западные районы края. Там грозы случаются чаще. И по их вине лес нередко горит. Так в прошлом году от грозовых разрядов серьезно пострадал лес в Угловском, Михайловском и Егорьевском районах. В прошлом году, когда были крупные лесные пожары, там именно было сочетание вот этих неблагоприятных факторов. Когда были грозы, да, и одновременно потом вот этот ураганный ветер, когда за считанные там часы огонь просто поднимался, уже выходил из стадии там низового, переходил в категорию верхового. В этом году, несмотря на сильную жару, край пока лесные пожары минуют. Однако бдительность терять не стоит, поскольку сухие грозы все чаще наблюдаются в нашей местности. И потому новые машины нужны как никогда. Всего с 2019 года их в регион поступило свыше сотни. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.